В предыдущем пятом подразделе первого модуля мы рассмотрели вопросы, имеющие отношение к анализу науки и языкам науки. В данном шестом подразделе первого модуля мы рассмотрим основные этапы развития методологии науки. Как показывает история познания, методология науки начала формироваться в самостоятельной отрасли исследования в эпоху Возрождения, когда возникло опытное экспериментальное изучение природы. Именно в этот период с особой остротой выдвигаются задачи разработки новых средств и методов исследования неизвестных ни античной, ни средневековой науки. Было бы, однако, неправильно не замечать целого ряда ценных идей и методов, развитых в предшествующей эпохе. Наибольшего внимания здесь заслуживает деятельность античных мыслителей. В зоне этой философии вызревали и важнейшие методологические идеи античной науки, которая еще не отделилась полностью от философии. Характер этих идей в существенной степени определяется общими особенностями древнегреческой науки. Поскольку греки не знали экспериментального естествознания, то их наука в значительной мере носила умозрительный характер. Поэтому и методы, которые они разрабатывали, применимы главным образом в дедуктивных науках, прежде всего в математике. Важнейшим достижением того времени было открытие аксиматического метода, который был мастерски использован и в Клидом в его знаменитых началах. Этот труд почти два с лишним тысячелетия был образцом строгости математического изложения, а сам аксиматический метод стал важнейшим методом построения теорий современной математики и математического естествознания. Ничуть не меньшую ценность представляет разработка античными философами, основных принципов и законов, дедуктивных рассуждений, нашедшая свое завершение в построении теории силогистики Аристотеля. Хотя непосредственным стимулом для создания логики Аристотеля послужили запросы политической жизни и его времени, а именно необходимость систематизации принципов и правил ведения публичных дискуссий, тем не менее его логика была с успехом использована для анализа доказательств математики, классификации и систематизации эмпирического материала в описательном естествознании. Даже в античную эпоху, когда логико-методологические исследования ограничивались в основном систематизацией накопленного знания, поиски средств и методов открытия новых научных истин занимали умы выдающихся мыслителей. Наиболее подходящим способом таких открытий греки признавали, по-видимому, метод дискуссии, в результате которых отсеивались ненадежные предположения и маловероятные догадки. Подобного рода дискуссии опирались на использование гипотетико-дедуктивных рассуждений, в которых правильность догадок или гипотез проверялась по тем следствиям, которые из них вытекали. Задача оппонента в дискуссии сводилась к тому, чтобы показать противоречивый характер следствия, вытекающий из принятых его противникам гипотез, обнаружение противоречий в ходе спора и составляет сущность античного понимания диалектики как особого метода познания. По мнению многих античных философов, открытие истины через дискуссию обнаружения и преодоления противоречий представляет надежный способ подхода ко всем открытиям. Под влиянием Сократа открытие через дискуссию несомненно было идеалом трех гигантов золотого века греческой философии Платона, а истотелей самого Сократа. Низкий уровень развития науки того времени не дал возможности ученым испадую продемонстрировать адекватность и эффективность своих идей в области методологии. Однако они настойчиво пропагандировали мысль о необходимости опытного изучения природы, отказа от схоластических методов мышления. Формирование основных идей методологии науки начинается в эпоху Возрождения и особенно интенсивно происходит в новое время. Развитие производительных сил на рождавшееся капиталистического общества стимулировало опытное исследование природы, возникновение и развитие экспериментального естествознания. Естествознание, в свою очередь, нуждалось в новых методах количественного исследования и процессов, что и привело к открытию метода анализа бесконечно малых дифференциального и интегрального исчислений и математика, и в особенности естествознания этой эпохи не могли довольствоваться ни старой логикой, ни прежними методами познания. Они нуждались в новых средствах и методах исследования, разработкой которых занимались выдающиеся ученые и философы того времени. В заключении хотелось бы сказать, что выбор проблем для исследования во многом зависит от наличия специальной техники и методики. Поэтому нередко ученые, прежде чем приступить к решению проблемы, создавали сначала методы и технику для соответствующих исследований. Все перечисленные факторы, характеризующие состояние объекта исследования, а также объем и уровень наших знаний о нем, оказывают определяющее влияние на выбор проблем науки. Эти факторы не зависят от воли и желаний ученого, и поэтому классифицируются обычно, как объективные предпосылки исследования. Кроме них существуют еще субъективные факторы, которые также оказывают немаловажное влияние как на постановку, так и на выбор проблем для исследования. К ним относится прежде всего интерес ученого к исследуемой проблеме, оригинальность его замысла, эстетическое и нравственное удовлетворение, которое испытывает исследователь при ее выборе и решении. Хотя эти побудительные факторы играют весьма существенную роль в научном познании, они составляют скорее предмет изучения психологии научного творчества, чем методология науки. Уважаемые обучающиеся, вашему вниманию представляется еще дополнение к заключению данного модуля, тема контрольных заданий для самостоятельной работы и список рекомендуемой литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...